Люба, здравствуй. К сожалению, не могу приехать, долго объяснять почему, но я надеюсь увидеть тебя чуть позже, не в дни юбилея, а в обычной домашней обстановке. Конечно, это возможно сказать, что я хочу в английском, но я хочу вернуться к времену, когда мы были милыми, и поговорили русскому другу, я уверен, что вы понимаете. Лев Толстой считал, что человек после 50 должен испытывать основные положительные эмоции в жизни от воспоминаний о достойно прожитой жизни, о тех эпизодах, где он был хорош, нравился сам себе. Сейчас ситуация, конечно, поменялась. Те 50, это нынешний, минимум 80. Поэтому я хочу добавить в твою копилку положительных воспоминаний некоторые эпизоды. Поскольку это общеизвестно, что мы любим людей за то добро, которое мы им сделали. Поэтому, мне кажется, ты должен меня очень любить. Мы познакомились с тобой в 1969 году, когда ты юный, почти 40-летний, только что защитившийся доктор по геометрии, читал в Минске лекции по связанностям. В основном, это было связано с твоей докторской. Я думаю, у тебя вряд ли был более благодарный слушатель, чем я, тогдашний студент третьего, по-моему, курса. А обстоятельства сложились так, что меня попросили возить тебя на мой отец врач, и у тебя были проблемы с шеей, если ты помнишь. И, значит, вот, это, конечно, жалко, что у тебя были проблемы, но я, на самом деле, был очень доволен, потому что я имел возможность с тобой общаться. Мы с тобой гуляли, и я задал эти вопросы, которые я пытался задавать многим, зачем ты занимаешься математикой. Я хотел для себя определить, заниматься ли ей, и зачем это делать. И ты, в отличие от всех остальных ответов, которых меня не устроили абсолютно, ты как-то очень просто и честно сказал, что ты, в общем, преподаватель математики. И деньги тебе платят за то, что ты припьешь математику студенту. А математикой ты занимаешься для собственного удовольствия. Значит, мне эта идея понравилась, она меня устроила, и очень много лет мне никакой другой идеи было не нужно. И ты не представляешь, как это было важно. В ранней молодости фраза уважаемого тобой человека может очень сильно изменить твой путь, или направить, или подтвердить, что ты двигаешься правильно. Ты с самого начала относился ко мне, как к равному. Я не думаю, что только ко мне. В следующем году, в 70-м, в Таллине была такая студенческая конференция, а ты пригласил меня выступить на семинаре в Тарту, на настоящем, в розовом семинаре, на кафедре геометрии. Там ты познакомил меня со своими учениками, с Вики Списилокей, с Сашей Фляйшером. И опять это было уважительное отношение к коллеге. Тебя, доктора науки, меня, студента, уже тогда четвертого, допустим, курса. Ты не представляешь, как это было важно. В 74-м году, если ты помнишь, я не помню, кто был инициатором, но, значит, три заведующих кафедрами, ты широкая фигенка, и еще был, если ты помнишь, декан физкультурного факультета Тартовского университета. Вышли на Ибрус после Одесской конференции, на которой я был тоже. И вы взяли меня. Я был моложе вас минимум на... А, ну да, ну, примерно на 20 лет тебя эфиденка, а остальных еще более. И это было здорово. Общение со старшими чрезвычайно помогает росту молодого человека. Так что ты очень много сделал для меня в начале пути. Даже не представляешь, сколько. А в 75-м году ты пригласил меня читать лекции в Тарту. Я был приглашенный лектор. Я целый месяц читал лекции. Теперь уже я рассказывал про себя. Прошло, сколько, 6 лет, да, меньше немножко, и уже я мог рассказывать, что там. Мне подарили роскошные кроссовки эстонского производства и какую-то замечательную кожаную папку. Кроссовки уже, конечно, их уже нет. Вот я в них достаточно отбегал, а папка еще цела. Там была такая красивая кожаная папка, и в ней... Я в ней записывал только очень важные вещи, потому что такая ценная папка. В 76-м, когда у меня приняли докторскую в Казани, это должен был быть моим оппонентом. Ну, значит, в Казани совет закрыли и открыли его уже, по-моему, когда Россия стала независимой. А защита была в Тбилиси. Если ты помнишь, в Тбилиси ты был вместе с Широковым и Постниковым. То есть ты опять принимал серьезнейшее участие в становлении меня как математика, как человека. Продолжение следует... Продолжение следует...